Мекст, 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 он там! Быстрее туда! Приветствую всех в моем азиатском ресторане. В данный момент мы находимся на кухне, а это означает, что у нас сейчас будет разбор полетов по национальным блюдам. Давайте же посмотрим, что у нас есть. Забегая немножечко вперед, могу сказать, что помимо китайской, я могу изучить и другие кухни. Есть также еще американская еда, тут в основном фастфуд и всякие сладости в виде панкейков. Также есть японская, британская, мексиканская, итальянская, греческая и индийская. Да к чему это я все вам рассказываю, а к тому, что сегодня мы будем пробовать подавать нашим клиентам не только китайскую, но и японскую пищу. Думаю, многие из вас любят суши, так что нанимаем японского сушиста. Переходим во вкладку работники. Официанты и ассистенты нам сейчас не нужны, нужен шеф-повар. Пол мужской и национальность японец, так как суши были придуманы в Японии. И с сегодняшнего дня у нас есть сушист. Показываем ему место работы, то есть за плитой. И я планирую еще нанять ассистента, то есть официантку, это будет у нас женщина, чтобы она мне помогала обслуживать клиентов. Отлично. Воу, не успел я только нанять ассистента, как он сразу же ринулся работать и рассаживать клиентов за столы. И похоже на этом ассистент закончился. А может это не ассистента охранника я нанял? Почему она стоит возле двери? А нет, зашевелилась. Смотрите, наши клиенты сделали заказ и официант сейчас должен подойти и принять его. Шикарно, все работает как надо. А тем временем в нашем меню произошли небольшие такие изменения. Теперь в японском разделе нам доступны три блюда. Но это пока. В будущем мы обучим нашего сушиста и он сможет делать гораздо больше блюд. А вот китайское меню теперь нам не доступно вообще. Потому что единственная плита, которая предназначалась для китайской кухни, занята японским сушистом. И чтобы разрешить эту проблему, нам необходимо поставить еще одну плиту и нанять китайского шеф-повара. Ну или вместо шеф-повара могу быть я. Бежим в Икею и покупаем еще одну плиту. А также нужно купить маленький стул и стулья. Все готово. Осталось нанять только китайского шеф-повара. Оу, чувак, ты совсем один? Первый раз вижу, чтобы ко мне заходил клиент без пары. Возвращаемся к поиску нашего нового китайского шеф-повара. Я думаю, что это также должен быть мужчина. Осталось разместить его только за плиту. Так как мы бюджетный ресторан, все шеф-повара, которых мы принимаем к себе на работу, это можно сказать своего рода студенты. Они начинающие шеф-повара и по идее их нужно обучать. Давайте посмотрим, что он умеет делать. Ага. Наш китайский шеф-повар умеет делать всего три блюда. Это очень плохо для китайского ресторанчика, поэтому я предлагаю его обучить. Каждое новое обучение стоит 50 баксов. Как мы видим, после обучения наш китайский шеф-повар умеет готовить теперь гораздо больше блюд. Чтобы наш китайский шеф-повар умел готовить все блюда, нам необходимо прокачать его до третьего уровня. И не забываем одну главную вещь. Чем опытнее наши сотрудники, тем больше мы платим им зарплату. Поработав с официантом, я понял одну вещь. Они не собирают деньги со столов. И это очень плохо. Ведь если лежат деньги на столе, то за этот стол уже невозможно посадить нового клиента. А это означает, что я периодически должен появляться в ресторане, чтобы собирать деньги. Мне приходится закрывать ресторан. На этом этапе я не могу оплатить зарплату своим сотрудникам. Нам нужно расширяться, нам нужно больше столов, больше клиентов. Поэтому я принял решение ужаться в нашем маленьком ресторанчике и понаставить больше мебели. Ну вот и славненько. Ужались немного и уже хорошо. Главное, чтобы посетители не ворчали, что они плотно друг к другу. А теперь, ребята, пришло время показать вам, где можно поменять напольное покрытие в своем ресторане. И вот эта палатка нам в этом и поможет. Выбираем материал нашего напольного покрытия. Здесь есть несколько вариантов. Это плитка, это дерево, это мрамор, пластик и различные другие. И ко всему к этому мы можем этот материал перекрасить в любой другой цвет, который мы захотели бы. Я, наверное, выберу, скорее всего, мрамор и перекрашу его по стилистику нашего ресторана в голубой морской цвет. И да, купить это напольное покрытие можно в этой палатке только за бриллианты. А теперь, руки в ноги, ноги в руки и бежим скорее в наш ресторан, чтобы посмотреть на новенькое напольное покрытие. Ого, какая красота! Как это все сливается с нашей голубой морской мебелью. Ого, прям, знаете, я вхожу не в ресторан, а в море. А еще и та картина, которая висит у нас в центре зала. Прям шикарно! Нужно еще название подредактировать, потому что оно сбросилось. Сейчас мы это все вернем на месте. Я вернулся к этим палаткам, чтобы показать еще одну немаловажную вещь. В этой палатке вы можете изменить дизайн вашего ресторана. Это очень круто, когда вы можете полноценно изменить само здание. Так что, если вам это необходимо, то обращайтесь в эту палатку. И не забываем, что смена здания стоит 10 бриллиантов. Мы же ведь в нашем ресторанчике немного ужались. И было бы неплохо поставить между столами какие-нибудь перегородки. И я посматриваю на вот эти вот стеклянные. Хм, какого бы цвета их выбрать-то? О, черный пойдет. Думаю, что шести штук мне должно хватить. Цветочки, кактусы и всякие указатели мне пока что не нужны, поэтому... Ух ты ж, ничего себе какие-то здесь здоровые перегородки. А если я изменю цвет, то что поменяется? Да, только верхушечка. Ух ты, вы посмотрите сколько здесь интересных настянных вещичек. Бесплатный Wi-Fi. Я бы такой прикупил. 50 баксов за вот эту вот наклейку? Да вы издеваетесь, 50 баксов за бесплатный Wi-Fi. Нет, я как-нибудь в другой раз к вам зайду. Злобный кассир с огромным кассовым автоматом. Ах да, я же совсем забыл. Я хотел прикупить еще две картины с национальными флагами. Китая и Японии. Ну что ж, деньги мы здесь все, абсолютно все израсходовали. У меня осталось там 3 копейки. Поэтому я предлагаю вернуться в наш ресторанчик и заняться обустройством. Воу, почти полный зал народу. Круто. Первым делом давайте попробуем разместить перегородки между столами. Ммм, ну слушайте, вроде бы неплохо. Неплохо, я бы сказал. Так, теперь нам нужно разместить картины. Картины я планирую повесить прямо у входа. Давайте где-нибудь вот здесь. И сюда. Шикарно! Наш ресторанчик становится все уютнее и уютнее. Как круто, когда ты прошелся по столам и собрал пачку денег. Предлагаю сходить в Икею и прикупить новой мебели. Блин, я думал эту табличку Велком можно будет поставить снаружи ресторана. Вот облом, а. Ладно, что поделать. Поставим прямо у входа. Я думал, ребята, вы ее обойдете, а вы прям сквозь нее прошли. Ну вы, конечно, молодцы. Так, а куда нам теперь значок Wi-Fi это пришпандорить, а? Нужно какое-то видное место, чтобы заманивать клиентов. Не, ну, над входом это совсем как-то плохо. С улицы будет не видно, поэтому... Эммм... Не, точно сюда не подойдет. Ладно, давай ее пришпандорим прямо над картиной. Пойдет. Также я еще купил урну. Не знаю, зачем я ее купил, потому что я даже не знаю, куда ее воткнуть. Думал, может быть, у входа-выхода ее поставить, чтобы клиенты входили-выходили и выкидывали мусор. Но потом понял, что это тупая идея. Я наконец-то нашел отличное место для мусорки. Рядом с нашими поварами. Они постоянно выкидывают ненужные отходы. Так вот, пускай выкидывают лучше в мусорку. Я решил добавить еще перегородок между плитой и клиентами, чтобы им было как-то более комфортно. А также заменить эту голубую мусорку, которая сливалась с полом. Потому что поварап частенько промахивались мимо этой мусорки. Поэтому теперь у них отличная белая корзина, которую хорошо видно. Ну а на этом, ребята, пока все. В следующей серии мы обязательно поднимемся на второй этаж Икеи и посмотрим, что же там есть интересного. Вам спасибо за просмотр, до новой серии и пока-пока. Подписываюсь. И я подписываюсь. Подписочка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok